Это школьный географический атлас, издание прошлого года. Здесь Аральское море изображено как полвека назад, четвертое по величине озера в мире. На самом деле, таким Арал последний раз видел американский спутник-шпион в далеком 1964-м. Вот эта фотография. А вот современный снимок из космоса. В 2001 году маленький остров Возрождения, на котором советские военные испытывали бактериологическое оружие, превратился в полуостров. И теперь оттуда на Большую Землю бегут грызуны, зараженные сибирской язвой и бруцеллезом. На то, чтобы уничтожить целое море, нам потребовалось всего 50 лет. Ученые ждут финала крупнейшей экологической драмы уже в сентябре. Восточный Арал окончательно пересохнет. Последним уходящую воду увидел Александр Андреев. Это порт города Аральск. Вот прямо сюда корабли заходили. Здесь они разгружались. Вдоль набережной были плавучие рестораны и магазины. Вон там судоремонтный завод. Николая Аладина здесь не узнают разве что верблюды. На счету петербургского профессора более ста экспедиций на Арал. Зоологу пришлось осваивать гидрологию. Его работа не только изучение пересыхающего водоема, но и спасение того, что еще можно спасти. Корабли становились ненужными и их просто бросали. Снимали то, что представляло ценность. А то, что ценности не представляло, лежит, вот как лежит этот кораблик, памятником человеческой глупости. Уже в 60-е годы СССР производит хлопка больше, чем любая другая страна мира. Объемы растут. Позиция Министерства водных ресурсов озвучена на пленарном заседании советского правительства. Русла двух главных центрально-азиатских рек, питавших Аральское море, Амудари и Савдари, будут изменены, чтобы обеспечить ирригацию хлопковых полей в Казахстане и Узбекистане. Арал должен красиво умереть. Радиус обзора километров 30, но глазу зацепиться не за что. Как говорят американцы, катастрофа библейского масштаба. Смерть получалась не такой уж красивой. Вода испарялась, окрестные поселки заносила песком. Пыль и соль, поднимающиеся с пересохшего дна, видны даже на снимках из космоса. Пыльные бури несли с собой и остатки былого величия советского агропрома. Удобрения, десятилетиями копившиеся на дне. Результат – респираторные заболевания, болезни печени и почек, рак гортани и пищевода, массово распространявшиеся среди местных казахов на севере и каракалпаков на юге. Здесь настоящими хозяевами остались наши суслики. Заброшенная биостанция на бывшем острове Барсакельмес. В корпусах свалены приборы, чучело и кем-то собранные в куче черепа животных. Это место, когда-то основной участок заповедника, сейчас посещают редко. Воду приходится везти с собой, да и почти всех животных отсюда пришлось переселить. Это мой акваланг. Ведет только баллончик. АВМ-5. Ну теперь это металлоланг. Барсакельмес, переводя на русский, пойдешь не вернешься. Добраться сюда можно только в хорошую погоду. Дождь превращает пересохшее дно в непроходимую топь. Островом Барсакельмес перестал быть почти 20 лет назад. Море отступало на несколько метров ежедневно, до тех пор, пока не позволило ему соединиться с большой землей. Вода вокруг становилась все более соленой. Пить ее животные уже не могли. Соединение его с большим материком дало возможность основным охраняемым видам, это вот кулану, в которой всемирные красные книги, джейранам, сайгакам, выйти с территории в поисках воды. То же происходило и со знаменитым островом Возрождения, бывшим бактериологическим полигоном. Формально, судя по картам, он по-прежнему был окружен водой. На самом деле стремительно превращался в полуостров. Полигон успели закрыть прежде, чем зараженные животные разбрелись бы по всей Центральной Азии. Правда, к тем же грызунам здесь всегда относились с опаской. Они главный переносчик чумы. И пожалуйста, аккуратно. Здесь можно упасть. Вот он обрыв. Он очень высокий, порядка 100 метров. Вода плескалась прямо здесь, внизу у обрыва. А теперь 50 километров. Вот эта тонкая полоска серой воды, серо-голубой. А перед ней белая полоска чистой соли. Так что вот оно. Это не мираж. Мы ходили, мы проверяли. Пересыхающее Аральское море превратилось в несколько отдельных водоемов. Северный или Малый Орал, отошедший Казахстану. Восточный и Западный, отступившие на территорию Узбекистана. Между ними пустыня и солончаки, непригодные даже для добычи соли. Вот это перед нами восточное большое. Оно может высохнуть в будущем году целиком. Воды Северного, рукотворного Орала теперь пьют местные, похожие на мустангов лошади. Здесь же во время перелета останавливаются фламинго. Четыре года назад разлива здесь не было. Северная сторона выгодила так же. Рука в Сырдарьи и пустыня по сторонам. Друзья, мы выехали на плотину. Чтобы сделать ее очень мощной, ее сделали очень пологой. Воды, поступавшей из Сырдарьи, оказывалось недостаточно для огромных площадей, стремительно превращавшихся в пустыню. Только Аральская плотина отделила северную часть Аральского моря. На ограниченном пространстве вода снова разлилась, возвращаясь к привычным берегам. Первая дамба появилась здесь в 92-м году усилиями профессора Аладина и районных властей. Импровизированное сооружение постоянно размывало, пока не смыло совсем. Тем не менее, строители доказали, задерживая воду, можно не только вернуть в район рыбу, но и изменить микроклимат. Одним из названий первой дамбы стала плотина Аладина. Аксакал и знает, какой там Аладин был. А вот молодежь, когда это старое название появляется в разговорах, они думают, что это Аладин из сказки. Потому что действительно, вот эта плотина, она так сказочно преобразила жизнь в этом регионе. Построенная в 2005 году на грамм Всемирного банка плотина Назарбаева позволила поднять уровень воды в Малом Аральском море на 3 метра, фактически превратив его в большой. Водосбросные ворота закрыты. Дальше на юг Сардаринскую воду пускают в очень ограниченном количестве. Эта плотина удерживает воду на севере. Она отнимает воду на юге. Но почему я был сторонником строительства этой плотины и якобы отъятию воды у узбекского народа? Да потому что узбекский народ задолго до строительства этой плотины сам остановил воду в низовьях Амударьи. На самом деле плотины с узбекской стороны появились еще в СССР. Тем не менее, взаимных обвинений тогда не было. Море все равно уходило. Каждая республика пыталась дать воду наиболее населенным районам побережья. Все, что делается сейчас на Арале, направлено не на восстановление самого моря. Гидроузел Аклак должен обеспечить более приемлемые условия жизни двум ближайшим поселкам. Несмотря на впечатляющие размеры, это всего лишь частность. Программа «Минимум» большого аральского проекта. Работа на Аклаке еще продолжается. Ворота открыты. На них предстоит установить электромоторы. Как только они закроют створки, разлив реки вернет воду еще в два погибших залива. Рядом с воротами бетонный лабиринт рыбовода. Через него во время нереста рыба из заливов сможет подняться в Сырдарью. Был проходной рыбой здесь осетр. Был проходной рыбой аральский лосось. Но, к сожалению, и аральский шип, осетр и аральский лосось не существуют сейчас в Арале. Но кто знает, может быть наступит время и этот рыбоход им пригодится. Вот, казалось бы, тоже нету, а все равно жизнь бывает, бьется. На пересохшем дне абсолютных пустошах недавно начали высаживать сексаулы. Вода сюда не вернется, но оградиться от песка и соли можно. К тому же, сами деревья остаются здесь одним из важнейших энергоносителей. Эти растения здесь посадили весной. Лет через 20 сексаулы смогут защитить аул в 35 километрах отсюда от соли и пыли. Это уже дальше наше дело. Вот именно сохранить то, что нам помогли восстановить. Первый этап реабилитации казахской части Аральского моря обошелся в 65 миллионов долларов. Стоимость второго уже 275 миллионов. Понадобится новая дамба, к оставленному порту подведутся доходный канал. Найдутся ли деньги, должно стать ясно уже в этом году. Если будет построена вторая фаза проекта, то мы прямо в Аральск сможем приплыть, потому что будет стоять вторая плотина, будет шлюз, чтобы сюда могли подниматься. И тогда прямо в Аральский порт через полвека снова могут приходить корабли. Александр Андреев, Анатолий Груздев, Флора Яснец. Прогресс.